привет друзья с вами снова джинлав и это у нас 13 урок по быстрому созданию и запуску сайта так поехали смотрите в этом уроке мы разберемся с тем как создавать страницы и публиковать страницы ну и коснемся других немножко вопросов итак смотрите что такое рубрика рубрика это то куда вы складываете свои записи до распределять ну например есть рубрика по автомобилям да есть рубрика по не знаю не знаю ну пускай будет по покраске машин есть рубрика по кожаному салону да и вы когда делаете посты делает какие-то записи до пишите посты вы допустим что что касается автомобилей публикуете записи ну как бы складывайте записи в рубрику для автомобилей то что касается покраски машин в рубрику для покраски машин то что касается для там не знаю кожаных к салонов тема вы запись публикуете в рубрику кожаные салоны и так далее смотрите вот мы для этого устанавливали плагин и давайте сейчас для примера создадим три рубрики наводим на записи и нажимаем рубрики и чисто для примеры создадим три рубрики например рубрика автомобили нажали родительская нет или до родительская это значит главное то есть главное рубрики у нас сейчас не будет потом я объясню что это значит нажимаем добавить рубрику создать создадим еще одну рубрику допустим покраска машин покраска машин добавить новую рубрику нажимаем далее это все пример вы можете это за мной повторять для того чтобы вам быстрее научиться так собственно и делайте потом это вы рубрики можете все удалить и сделать те которые вам необходимо сейчас просто обучаемся потому что у нас сейчас все данные видео будет идти для того чтобы понимали как это все работает а потом уже создавали то как это вам надо то есть вы не сразу создаете так как он надо сначала вы делаете для того чтобы понять и так сейчас создадим рубрику допустим кожа ный салон нажимаю добавить рубрику ну и давайте еще одну рубрику создадим например допустим зимние шины чисто для примера зимней шины и выберем родительскую то есть у этой рубрики будет главная рубрика какая-то другая допустим автомобиля до автомобиля будет главная рубрика зимней шины будет как бы дочерной добавить рубрику теперь посмотрим что у нас получилось посмотрим что у нас получилось отсюда выходим и наводим на внешний вид далее нажимаем на виджеты сейчас все повторяйте за мной и здесь смотрите у нас здесь есть правый сайдбар левый сайдбар и так далее сейчас все отсюда удаляйте нажимайте на эти треугольнички и удаляйте удалить 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 и так теперь давайте добавим сюда рубрику смотрите какой-нибудь сайт бар ну пускай будет левый сайт бар так как я выбрал левый и значит я добавляю в левый сайт бар потому что мимо акет по умолчанию левый хотя это не имеет значения в принципе можно добавить правая потом сделать публикацию записи что будет отображаться правой сайт бар и так нажимаю на рубрику и держу и перетягиваю в левый сайт бар все перетянул далее смотрите теперь делаем следующее нажимаем просто сохранить пока что смотрите можно также добавить рубрику не перетягивая а просто нажав и выборов сайт бар куда ее добавить выбираете да и нажимаете добавить допустим выбор и нажал добавить таким образом тоже можно и так теперь смотрите мы создали три рубрики на разные темы четыре точнее и теперь делаем следующее откроем новую вкладку еще раз зайдем давайте создадим несколько записей уже наводим на добавить нажимаем запись и здесь я делаю следующее я здесь пишу рубрику пишу какую-то запись какой-то пост по тематике автомобиля допустим вышло 10 новых тома бей название записи ну и я писать сейчас контент не буду я просто скопирую какой-нибудь текст чисто для примера вот это наш текст и я указываю где эту запись отобразить я указываю автомобили я могу эту запись отобразить здесь я могу отобразить эту запись во всех рубриках могу только в одной давайте я сначала отображу только в одной из автомобиль нажимаю опубликовать я отображаю эту запись только в рубрике автомобиль и теперь нажимаю посмотреть изменения сейчас мы учимся смотрите вот у нас рубрики да и и мы видим здесь написано автомобили и вот она собственно так отображается вышло 10 новых автомобилей это запись нажимаю подробнее то есть я могу посмотреть ее полностью у нас отображается здесь одна рубрика автомобилей потому что другие рубрики пустые а если мы сейчас отобразим эту запись во всех рубриках вот тут еще какая-то другая была рубрика создана под названием без рубрик ну пускай отобразим во всех рубриках эту запись обновить так и вернемся на эту вкладку и здесь обновим страницу допустим то у нас теперь будут отображаться все рубрики но смотрите дело в том что они у нас отображаются в таком порядке а нам допустим так не нравится мы хотим чтобы сначала был другой порядок допустим сначала были автомобили потом покраска машины и так далее как это меняется вот именно для этого мы ставили раньше плагин вот который нам сейчас понадобится и так нажимаем сюда возвращаемся в панель управления далее наводим на записи теперь нажимаем на наводим на запись теперь нажимаем таксономии ордера нажимаем сюда и теперь здесь смотрите вот наши все рубрики теперь здесь путем перетаскивания выбираем какая будет первая какая вторая какая будет главная какая не главная то есть допустим выбираем автомобиль это будет первая рубрика без рубрик это будет последняя рубрика кожаный салон покраска машин ну и пускай это кожаный салон поставим вверх допустим и нажимаем апдейт сохранить все сохранили теперь давайте вернемся так ну вообще закроем эту вкладку нажмем опять просмотреть изменения и теперь у нас будет совсем по-другому будет тот порядок который нам необходим автомобили зимние шины и так далее кожаный салон и так далее теперь посмотрим другие настройки смотрите когда мы создавали виджет добавляли виджет рубрик в левый сайт бар у нас тут есть еще такие штуки виде выпадающего списка давайте поставим эту галочку протащим вниз и нажмем сохранить и посмотрим как это у нас влияет вернусь на новую страницу на эту обновлю и вот что означает виде выпадающего списка то есть когда мы нажимаем у нас тогда выпадают список ну мне это не нравится поэтому я сейчас это уберу галочку возвращаюсь в раздел виджеты левый сайт бар и вот эту рубрику открываю я ее сино вдруг у вас было закрыто и галочку это убираю теперь отображаю допустим число записей то есть это будет отображаться число записей в этой рубрике нажимаю сохранить возвращаясь сюда нажимаю обновить страницу и вот у меня отображается что в каждой рубрике по одной записи в этой 2 потому что была первая запись какая-то там раньше и вот отображать количество записей в каждой рубрике далее вернусь опять на виджеты и допустим отображать и архию то есть какая рубрика главная какая дочерняя идет выбрал поставил эту галочку и нажал сохранить возвращаюсь опять на эту вкладку нажимаю обновить страницу теперь у меня отображается что автомобиль это главная рубрика под этой рубрика идет ее дочерние это зимние шины и так теперь возвращаемся сюда ну давайте уберем яркие и смотрите теперь разберем другое помните я говорил что мы устанавливали плагин который называется fixate widget этот плагин фиксирует наши виджеты для того чтобы если мы будем прокручивать страницу этот виджет будет на месте сейчас мы это испытаем ставим галочку зафиксировать виджет вот это у нас раздел левый сайдбар тут у нас добавлена рубрика вот нажимаем раскрываем и и ставим галочку зафиксировать виджета потом нажимаем сохранить теперь возвращаемся на эту страничку вот нажимаем обновить наглядно никаких заменений не произошло но если мы будем прокручивать этот виджет теперь не будет тоже прокручиваться он будет стоять на месте смотрите приходит он стоит на месте все прокручивается то есть он прокручивается до определенного момента до какого момента он будет прокручиваться это тоже настраивать сейчас вам покажу где это делается итак да ладно, давайте сразу покажу не, попозже попозже покажу этот момент сейчас смотрите, допустим мы хотим отобразить этот виджет на если какой-то пост показываем мы допустим показываем этот пост и хотим, чтобы этот виджет был но если мы показываем какой-то другой пост например, давайте нажмем на эту рубрику и допустим привет мир, нажмем на этот пост привет мир, и когда мы показываем эту запись, мы, допустим, не хотим, чтобы здесь отображался этот виджет. Да, с рубриками. Как это сделать? Ну, здесь есть такой раздел. Кому показывать виджет? Показывать всем. Не вошедшим, вошедшим, да? И так далее. Здесь также можно выбирать по отдельности. Мы можем выбрать скрыть на выбранных страницах. То есть скрываем только на страницах, которые мы выбираем. Страницы, записи, да? В рубриках. Поставим галочку, нажмем Сохранить, и этот виджет там не будет показываться. Или мы можем наоборот сделать, показать на выбранных страницах. То есть на всех записях, либо страницах, или там на определенной странице. Мы можем поставить галочку, Сохранить, и именно на этой странице будет показываться, а на остальных не будет. Тут вам нужно просто с вами поэксами лимитировать и понять, как это работает. Итак, а сейчас я вам продемонстрирую другое. Продемонстрирую. Следующее. Настройку фиксации виджета. Смотрите. Давайте это свернем. Свернем сайт бар. И вот внешний вид, внизу есть такая Fix Widget. Нажимаем на эту надпись. Здесь, смотрите, мы видим то есть настройку для того, чтобы виджет фиксировался. Тут мы указываем расстояние в пикселях сверху и снизу, когда он сразу будет фиксироваться. Допустим, если укажу большое расстояние, то я только начну прокручивать, и виджет зафиксируется. Итак, ну, блин, времени уже многовато затянулось на это видео. Давайте, смотрите, как поступим. Это я расскажу в другом видео, потому что тонкая настройка, тут много что нужно показывать. Я вам это покажу в другом видео. Ну, а сейчас вы поняли, как работают рубрики. И сейчас мы коснемся записей. Итак, мы написали, вышло 10 автомобилей. Смотрите, мы указали эту запись во всех рубриках. Можем какое-то одно указать. И вот, и так добавляются записи. Также эти записи мы можем отобразить как с левым сайдбаром, так и с правым сайдбаром и так далее, с разными сайдбарами. Ну, допустим, давайте отобразим с правым сайдбаром. С правой сайдбар выбрали, поставили точку и нажали обновить. Обновили. Теперь отображаем эту запись с правым сайдбаром. Нажимаем просмотреть. Так, и вот мы видим, что запись отображается, сайдбар справа. Но мы здесь не видим рубрик. Почему? Потому что мы рубрики размещали в левом сайдбаре. Именно поэтому если зайти, нажать на виджеты, нажать на правый сайдбар, вот здесь раскрытие, то тут нет никаких виджетов. А если нажать на левый сайдбар, то тут есть виджет который называется рубрика. Итак, я надеюсь, вы поняли, как это все работает, виджеты и рубрики, и как это отображается. Можем отобразить без сайдбаров в полную ширину. Можем без сайдбаров колонкой, и так далее. Итак, ну давайте еще последний пост. и все. Допустим, можно сразу создавать новый пост или новую страницу. Здесь мы будем создавать новый пост, потому что мы в разделе постов. Редактировать запись. Добавить новую. Значит, мы добавляем новую запись. Нажимаем добавить запись. Добавить новую, точнее. и напишем это по-другому. Допустим, сколько лет автомобилю. Нажимаем сюда. Вставил какой-то текст, контент, чисто для примера. И укажу это, например, рубрику покраска машин. и нажимаю опубликовать. Вот. По умолчанию у нас стоит все. И нажимаю просмотреть запись. Вот у нас рубрика покраска машин. И вот эта запись. Итак, смотрите. Я вам продемонстрировал кратко про рубрики. Думал сразу про записи все рассказать, но понимаю, что не успею. Слишком много будет времени на одно видео. Итак, тогда увидимся в следующем видео, где мы продолжим разбор записей и их вариантов отображения. А на этом видео заканчиваем. Увидимся в следующем видео. С вами был Быков Анатолий. Пока.